Раз, два, три, четыре, пять. Видно ли меня? И слышно ли меня? Так, есть небольшая проблема. Я себя слышу. Если здесь есть кто-то из организаторов, подскажите, куда мне нажать, чтобы не слышать себя. Спасибо. 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 Вот, я кажется, придумал. Так, наверное, меня не будет слышно в ушах, а вы меня, наоборот, будете слышать. И тогда, если все нормально, если меня по-прежнему слышно, и это не очень далеко, нет никаких посторонних шумов, то мы начнем через 3-4 минуты. Вот я положу таким образом, чтобы все работало, все супер, отлично. Я отключаюсь на 3 минуты и потом начинаем. Так, это тестовая фраза. Которую должны услышать те, кто сейчас слушает. Так, говорят, видно. И сейчас мне напишут в чат, слышно. Все, отлично. Мне организаторы написали, что меня и видно, и слышно. Ладно. Я думаю, что, наверное, можно потихоньку начинать. У нас с вами примерно час времени. За этот час нам стоит пройти 54 слайда. И желательно, конечно, если в конце этого часа у нас останется минут 5 на то, чтобы что-то обсудить, задать какие-то вопросы и так далее. Чтобы подойти к этой презентации, чтобы ее начать, так сказать, бодро и побыстрее, чем я сейчас говорю. Я хотел сказать вот какую вещь. Эта презентация, она перед вами, это вторая доработанная версия презентации. Я с ней выступил в Минске, где создается медиашкола сейчас. И их очень интересовало, конечно, то, какой будет журналистика, потому что обычно от выступающего ждут, что он расскажет какое-то большое количество новых модных слов, которые обязательно надо будет внедрять в своих ньюсрумах. Всегда на каждом совещании о них рассказывать, на каждой презентации их упоминать. И здесь почти не будет таких слов, потому что у меня есть твердое убеждение, что мы не можем предсказывать будущее. Мы можем жить только в настоящем и делать какие-то более или менее обоснованные предсказания. Но эти предсказания все равно в полной мере почти никогда не сбываются. Скажите, пожалуйста, а презентацию мою видно? Ура! Тогда поехали. Мы с вами поговорим сегодня о журналистике 20-х, о трендах, ошибках и вызовах, которые стоят перед изданиями в первую очередь и во вторую очередь перед журфаками, потому что от них, собственно, зависит то, кого получат люди, кого получат издания. Когда, например, я пришел в Лентуру в 2005, кажется, или 2006 году, там было поверье, что лучше никого не брать, например, из журфака, потому что там учат совершенно не тому. И с тех пор ситуация немножко изменилась в лучшую сторону, но по-прежнему существует поверье, что нам не стоит брать какого-то журфака, потому что все равно человеку придется как-то переучивать, дорабатывать, обучать его тому, для чего он не умеет и так далее. Поэтому к людям, которые имеют диплом, к ним относятся со странной смесью гордости и пренебрежения, потому что, понятное дело, с одной стороны, он дипломированный специалист, а с другой стороны, мы понимаем, что не очень это хорошая идея, значит, потом критиковать дипломированного специалиста, а придется. И первая ошибка, которую мы делаем, начиная с 21 века, это ошибка экстраполяции. Ну, значит, как вы помните, в конце, по-моему, 19 века пытались экстраполировать, что же будет, если города будут расти дальше, и говорили, что конский навоз покроет улицы до чуть ли не второго этажа. Мы изобрели автомобиль, которого никто не предугадал в этих прогнозах. Потом, до того, как изобрели, собственно, пассажирские самолеты, считалось, что воздушные сообщения будут осуществляться воздушными шарами, просто они будут на 2000 персон. То есть, экстраполяция такого рода, она никогда не учитывает, она все делает больше, и она никогда не учитывает появление новых идей, новых открытий, новых явлений. Это, в общем, большая проблема, и когда мы были в нулевых годах 21 века, то у нас были традиционные СМИ с цифровым отделом и цифровые СМИ без традиций, которые немножко были похожи на такое пиратское судно. Никто не понимал, что это такое. Понимали, что они имеют какую-то определенную власть над людьми. Например, та же Лента.ру, одной из первых, кажется, опубликовала экзит-полы еще даже, по-моему, то ли в нулевом, то ли в 99-м году. Первый и неожиданно стало понятно, что в цифровой реальности существует что-то по-настоящему новостное, по-настоящему интересное. Но когда мы из нулевых пытались предугадать, какими будут десятые годы в смысле СМИ, в смысле медиа, мы, конечно, думали, что вот есть традиционные СМИ, они вроде бы начинают, они заимели свой сайт, но, возможно, они превратятся в цифровые СМИ. И тут в 2007 году Стив Джобс изобретает айфон, и десятые становятся совершенно другими, медиа-производство становится доступным каждому. И чем дальше мы шли по десятым, тем больше было видно, что в медиа-пространстве, что традиционные СМИ, что цифровые СМИ, они отходят куда-то в фон, куда-то садятся, как говорят англичане, на заднее сиденье, играют на поддерживающих ролях. Значит, и мы прекрасно можем себе представить, как это вообще, говоря, происходило, как ошибка экстраполяции преследует человечество постоянно. Постоянно, допустим, я специально подобрал для презентации несколько высказываний великих, которые, как считается, предсказали интернет. И вот Сахаров в 1974 году говорил на том, что в перспективе, может быть, позднее, чем через 50 лет, я предполагаю, создание всемирной информационной системы, доступная для каждой в любую минуту, содержание любой книги, содержание любой статьи, получение любой справки. И кажется, что он действительно описывал интернет, такого ничего тогда не было в 1974 году. То есть прототип интернета был, но он не был предназначен для библиотечного доступа по всему миру, очевидным образом. Или у нас, допустим, братья Стругацкие, да, они говорили о том, что есть большой всемирный информаторий в мире полудня. Для того, чтобы создать этот информаторий, понадобится 100-150 лет, наверное, потому что мы его встречаем только уже в романах, где все уже очень развитое. И это такая же библиотека, только там местная госбезопасность имеет большие права, здесь довольно циничными были Стругацкие, да. И это какая-то голосовая справочная во многом, и здесь они, наверное, в чем-то предсказали Алису, Алексу и прочих голосовых помощников. Но все равно кажется, что доступ в интернет, это доступ какой-то в... Ты заходишь в телефонную будку и начинаешь там рыться в поисках интересных каких-то ответов, тоже в 70-х, 80-х годах, да. Или у нас был Станислав Лем, он тоже сначала придумал какую-то трионовую библиотеку, которую используют астронавты, улетая с Земли. Значит, и трион позволяет, некий выдуманный, да, позволяет на одной песчинке уместить содержимое чуть ли там не все содержимое письменное, что придумало человечество. А потом уже где-то в нулевых годах он дает интервью Компьютере и пишет так называемую мегабитовую бомбу футурологическую, да, произведение футурологическое, это труд. Где постулируют, что, в общем, интернет это помойка, и одним из первых отказывается от идеи, что вообще человечество собирается создавать какую-то интересную библиотеку, доступную для каждого, и что желанием каждого является существованием такой библиотеки в целом. И вот это очень важный момент, потому что оказывается, что если мы мечтаем о каком-то безусловном благе для всего человечества, возможно, человечеству это безусловное благо не очень важно и не очень нужно. И тренды, как мы видим в том значении тенденции, которые превратятся в безусловную реальность, они не определяются технологией или неким умением. Да, мы, допустим, умеем строить атомные электростанции, но в силу какой-то общественной дискуссии мы часто эти атомные электростанции стараемся заменить на что-то, хотя технологически ничего более совершенного мы не умеем производить. Или мы можем создать прекрасную библиотеку, но каждый, кто когда-нибудь писал научную работу, знает, насколько безумно сложно и скучно подбирать источники и работать с этими электронными библиотеками. Мы однозначно идем в интернете в ту сферу, которая больше гораздо нас удовлетворяет эмоционально, чем интеллектуально. Все эти ребята, о которых мы только что говорили, они, конечно, были о радостях ума, о том, что вот у нас дефицит информации, наконец-то у нас будет обилие этой информации. Если тренды не определяются технологией или умением, то, очевидно, они определяются запросом общества. Общество никогда не формулирует этот запрос напрямую, но оно, очевидно, знает, что ему нужно, и дальше с помощью рыночных или каких-то других механизмов оно определяет, кто побеждает условная цифровая научная библиотека или условные сторис в Инстаграме. И здесь возникает очень важная проблема, которая касается СМИ. Потому что если академики и писатели коллективно мыслили библиотеку, как идеал, к которому надо стремиться, то человечество, конечно, коллективно создавало помойку всеми своими объединенными силами. И для того, чтобы удовлетворить запрос человечества, не получается создать библиотеку и предложить человечеству так, чтобы оно ахнуло. Мы раз за разом совершаем вот эту ошибку, вы наверняка видели, или в своих изданиях делали. Допустим, делаешь что-то очевидно полезное, какое-нибудь, допустим, объединяешь новости в сюжет, ставишь их по разделам, но как-то не ощущаешь какого-то эффекта. Обычно такое распределение новостей, оно важно только для, собственно, самих журналистов, которые знают, что вот, если что, мы посмотрим сюжет, вот, если что, мы посмотрим в этот раздел и увидим, как там все выглядит. Но на деле читатели, нет такого у них паттерна, такого юзкейса, да, когда читатель просыпается и думает, что же такого вот произошло в сюжете даже про самый, что ни на есть, крутой коронавирус. Такого паттерна, а почитаю-ка я сегодня новости экономики на данном цифровом ресурсе, почти не бывает. Либо это не массовая история, либо это история, которая заключается в каких-то исключительных привычках пользователей. Например, мы можем себе представить чтение спортивной странички в газете, но это скорее исключение. Очень мало людей начинает не со спортивной странички, а с культурной странички, например. Они есть, конечно, но они в подавляющем меньшинстве. Эта помойка, о которой мы говорим, это фактически не просто помойка, это некая оливье, окрошка, потому что она нераспределенная. И здесь, когда у нас появились алгоритмы нейросетей, нам это очень помогло, потому что они научились, помогли нам рекомендовать то, что нам в этой помойке будет интересно. Важное отличие текущих традиционных газет от текущих технологических платформий заключается как раз в том, что раньше редакция сама определяла картину дня за человека и показывала, что он увидит на условно главной странице. А сейчас это делает робот, и проблема в том, что часто он это делает лучше, и кажется, что человеку, ну, хорошо, что человеку дают то, что он хочет. Гораздо хуже то, что человек может серьезно заблуждаться, и в своем ежедневном медиапотреблении он будет находить только подтверждение собственных ценностей, собственного мнения, и не будет видеть ничего другого. Отсутствует определенного рода коммуникация повестки с повесткой, повестки, которые у меня в голове, и повестка, которая в голове у общества. Это большая на самом деле проблема, потому что зачастую выживают только три вида таких повесток в этой помойке. Одна – это то, что набирает сам человек, и это могут быть ужасные суеверия, предрассудки, ошибки, намеренные и ненамеренные. Это то, что рекомендуют технологические платформы, которые в точном смысле этого слова аморальны, то есть лишены какой-то морали, и подкидывают человеку все то, что он хочет, утверждая его в его ошибках. И это прорвавшиеся сквозь диктат платформ крупные издания, и эти издания, к сожалению, зачастую не финансированы государством, а значит пытаются обработать человека в выгодном властям ключе, то есть они дают ненезависимую картину. И это довольно все создает довольно грустную историю, буквально перед тем, как начать эту презентацию, я как раз просматривал в почте разные новости, и одна из новостей, это Pew Research Institute провел опрос, и выяснил, как он обычно это выясняет, что именно технологические прорывы сильно влияют на демократические ценности, причем в негативном ключе. Чем больше возможности технологического вмешательства, тем больше вероятность, что кто-то этим злоупотребит. И, конечно, мы... И пока существует общественный контроль за технологическими платформами, это окей, а вот такого общественного контроля за крупными государственными СМИ, например, не существует, и кажется, что он не предвидится. Но давайте вернемся к самому началу. Мы говорили о том, что из нулевых казалось, что десятые будут временем диктата традиционных СМИ, превратившихся в цифровые. Оказалось, что это не так. Что же сформировало медиа десятых? Очевидно, что всего две вещи. Это мобильники и визуальный контент. До этого существовала определенная невидимая черта, которая говорила, что ты, конечно, почти все мы люди грамотные, но были люди, которым было лень что-либо читать, лень что-либо потреблять. Им было достаточно сложно перевести текстацентричные абстракции в какие-то понятные для них жизненные установки. Именно поэтому 20-й век почти полностью был завоеван телевизором, как визуальным медиа, а в нулевых такой роскоши движущихся картинок было не очень много в цифровом пространстве. И вот она, во-первых, появилась в большом количестве после того, как появился YouTube. Во-вторых, мобильники сделали эту роскошь общедоступной, мобильники и телекомы. И неожиданно оказалось, что к этому не готовы в первую очередь традиционные СМИ. Здесь стоит сделать очень небольшое отступление и сказать примерно следующее. Сами по себе СМИ, новостные в частности СМИ в цифровом пространстве, они выросли из очень традиционных новостных агентств. Если вы когда-нибудь пытались написать новость, вы ее писали почти наверняка по лекалам этих агентств, там 4 абзаца, перевернутая пирамида, что-то еще, какие-то очевидные технологические изыски, которым, собственно, уже больше века. И далеко не факт, что на самом деле массовый потребитель, который пришел в 10-е годы в интернет, что он готов потреблять текстовую информацию раз, а во-вторых, эту же информацию, организованную так, как ее организовывали в 19-м и 20-м веке для квалифицированного потребителя, готового платить за новостную ленту. И это очень важная история до какого-то момента, до момента, когда определенного рода медиаграмотность равнялась готовности потреблять большие количества текста. Вот этот человек сидит с газетой, и он эту газету читает от корки до корки. Это вот прям портрет грамотного, квалифицированного медиапотребителя. Но как только мы доходим в квалификации медиапотребителя до уровня примерно Алисы в «Стране чудес», когда она жалуется, что за книжкой без картинок или хотя бы стишков, то есть до нашего современного нам условно Инстаграма, все это переворачивается, и безусловно СМИ, которые продолжают быть текстацентричными, они теряют просто свою привлекательность. Но проблема-то заключается в том, что по данным, кажется, то ли ООН, то ли Союза электросвязи, к 2020 году выше половины человечества, 7 миллиардов, да, вот половина от них, 3,5, находится онлайн в том или ином виде. И только 1 миллиард из этих 3,5 условно текстацентричен, то есть условно готов что-то текстовое прочитать. Это платежеспособные люди, которые могут заставить себя поглотить какое-то количество текста. Из них хорошо, если сотни миллионов готовы читать вот эту самую условную цифровую газету от корки до корки. Остальные, конечно же, предпочтут картинки, желательно движущиеся картинки. И мы видим, что те, кто готов сравнивать цифры, читать тексты и делать что-то подобное в этом роде, производить в ходе медиа-потребления большую умственную работу, достаточно большую умственную работу, эти люди, в общем-то, если говорить цинично, стареют и умирают. Таким образом, мы приходим, кажется, к очевидному выводу. То, что производят медиа, даже цифровые, обычно мы же говорим о том, что цифровые медиа впереди планеты все, а на самом деле нет, то, что производят медиа, даже цифровые, не соответствуют аудиторному запросу, глобально не соответствуют глобальному аудиторному запросу. И в результате у нас получается следующее. Во-первых, возникает огромное количество тех, кого сейчас мы называем инфлюенсерами, то есть людей, с одной стороны, не ответственных за то, что они говорят, с другой стороны, активно влияющих на собственную аудиторию. Это не порождение СМИ, то есть человек, который играет в World of Warcraft для каких-нибудь 80 тысяч зрителей и слушателей, он не начал играть, потому что он хотел всегда запустить свою собственную газету. Он не создал вот это развлечение по мотивам какого-либо СМИ, даже пусть какого-нибудь развлекательного или спортивного. Он просто получил возможность это сделать, и проросла какая-то новая цифровая культура, которую до поры до времени СМИ в течение 10 лет, в десятых, в течение десятых годов старалась активно игнорировать. Появилось то, что можно назвать ютубономикой, то есть видеопроизводство точно так же, во-первых, независимое, во-вторых, с большими рекламными деньгами, и если бог даст, там сможет закрепиться тележурналистика, но похоже, что, в общем-то, нет, что ей придется переизобрести себя, чтобы встроиться в этот рынок. Была такая идея, в том числе я прогнозировал лет 5 назад, наверное, может быть, 10, что просто тележурналисты научатся, придут и подомнут рынок под себя, потому что у телехолдингов есть большие деньги. Очевидно, что я ошибался. В лучшем случае создается сейчас какой-то цифровой отдел, который учится адаптироваться под производство сториз, под производство каких-то дополнительных платных веб-сериалов или что-то подобное, и это совершенно другой продукт, который надо по-новому упаковывать. Исключения, типа в России, например, это выступление Парфенова по Ютубу, так вот эти исключения, они только подтверждают правила, и, собственно, они, собственно, как исключения, они редки. И третьим результатом вот этого великого смещения в визуальности, мобильности является, конечно, кризис в СМИ, потому что СМИ, очевидно, были не предназначены для того, чтобы работать по вот этим лекалам. Но самое смешное заключается в том, что за... Хотя Ютуб-аномика и инфлюенсеры наращивают свою влиятельность и, скорее, являются уже для многих пользователей медиа первого выбора, с точки зрения государства, несомненно, массовым информатором в цифровой реальности являются СМИ, те, которые зарегистрированы, как СМИ позиционируют себя, как СМИ, и если появляются какие-то проблемы, то приходится, значит, вводить регулирование, и получается, что госрегулирование бьет по наименее активным участникам этого рынка. И государство начинает регулировать СМИ, а не инфлюенсеров, и это то, что можно назвать асимметричным ответом, но в плохом смысле, потому что он очень, с одной стороны, неэффективный, а с другой стороны, инфлюенсеров довольно сложно массово зарегулировать. Они везде, ты же не можешь взять и запретить человеку делать селфи. Ну, то есть, наверное, можешь, но это будет не очень эффективно. В результате качество самих СМИ начинает страдать. Качество как института, в первую очередь, я говорю даже не о качестве материалов, потому что они подпадают под регулирование, они подпадают под разлить... Многие из них выбирают какую-то свою сторону в инструментарии цифровой пропаганды, или создаются для этой цели, особенно во внешнеполитических кризисах. Многие страдают от безденежья, потому что чем дальше, тем больше вот эта новая цифровая поросль забирает деньги, а те деньги, которые не забирает цифровая поросль, забирают технологические платформы, и на Западе это очень хорошо прям видно. И кроме того, и здесь это важная ключевая часть презентации, у нас нет надежды на массовую переподготовку, потому что выставить какой-то заслон, попытаться победить эту тенденцию можно, только если сотрудники ньюсрумов и медиа-менеджеры начнут думать совершенно иначе и перепридумают само понятие СМИ в цифровую эпоху, благо ужасно то, что мы фактически пятую часть 21 века уже прожили, а никак не можем в нем обустроиться. Но если качество СМИ, как институт, снижается, то спрос, естественно, на такую информацию, на такой способ общественных отношений, СМИ, как институт, это часть общественных отношений, институт общественных отношений, спрос снижается, бюджеты рекламные или в виде подписок также сокращаются, и чем больше они сокращаются, тем менее образованные люди туда приходят, и тем меньше спрос на, собственно, образование журналиста довольно далеко по этому пути, по этой спирали, по этой вверх по лестнице, ведущей вниз, ушли Соединенные Штаты, где сейчас полномасштабный кризис профессии. Но в целом мы видим это и, например, в постсоветских журфаках, где довольно сложно, если вы хотите, вы можете у любого студента, любого журфака спросить, провести опрос на тему, а хотят ли они, понимают ли они, что такое журналистика, кем они хотят точно быть, и услышать, с каждым годом услышать все менее определенные ответы. И, к сожалению, понимание того, что требует профессия, какими ценностями и принципами она обладает, оно становится, это понимание, все более размытым, просто потому, что общественный запрос на него становится все менее конкретным. И так как перед СМИ стоят такие задачи, то очевидно, что оно должно понять, а как же ему выжить. И кажется, что есть четыре пункта, которые должны были появляться в этой презентации по одному, но платформа показала их сразу все четыре. Значит, во-первых, конечно, найти аудиторию. Технологические платформы смогли найти определенную аудиторию по интересам, из ниоткуда вытащить нужных людей и показать им то, что им интересно. Для СМИ это более сложная история, потому что ты должен войти на рынок с определенного рода легендой, сразу сегментирующей твою аудиторию, с понятным продуктом. Ну, условно, The Bell, в котором я работал издателем до конца осени, значит, прошлого года, он предлагал изначально продукт, рассылку, рассылка для людей, у которых есть пять минут на новости, для людей, принимающих решения, деловое издание, премиальное издание, и вот сотканное из вот этих характеристик какое-то продуктовое решение, оно оказалось достаточно привлекательным для очень многих премиальных потребителей, которых потом, контакт с которыми потом можно было продавать, например, рекламодателям или устраивать мероприятия, платные мероприятия, и таким образом наполнять бюджет. Значит, однако, об этом хорошо говорить, когда ты переводишь в пример какое-то новое СМИ, маленькое, но дерзкое, готовое на ходу, так сказать, на ходу переизобретать продукт. Однако, в случае существующих уже СМИ, похоже, что одна из задач, один из крупнейших вызовов, это смена бизнес-модели в целом, потому что, как мы говорили, бюджеты, в первую очередь, рекламные, сокращаются, и в рекламных, в области рекламных технологий, в области рекламных бюджетов довольно сложно найти какой-то выход. Вам скорее, правильнее, правильнее создать что-то на базе пользовательской лояльности, то есть сделать ваш продукт частью жизни пользователя, и это совершенно противоречит рекламной модели, согласно которой, как гласит легенда о газете «Коммерсант», согласно которой журналисты пишут статьи на рекламных площадях, фактически. Вот это вот история о том, что у тебя должно быть соотношение чего-то рекламного и чего-то условно-текстового и интересного аудитории, оно, в общем, противоречит по-настоящему хорошей истории СМИ, издания, за которые готовы платить, за которых готовы идти, которые не готовы бросать. это подводит нас к третьему пункту, это некое вау, которого нет на рынке, у продукта обязано быть такое вау, то есть недостаточно сейчас быть единственным изданием на рынке, недостаточно быть изданием, которое издание, которое читают, потому что так издревле повелось его читать, должно быть что-то, что создает определенного рода вирусный что-ли эффект, когда люди рассказывают друг другу, почему они это читают, они это читают, чтобы что, они это смотрят, чтобы что, чем оно отличается, и вот это значит вау работает на дистрибуцию, а на победу над конкурентами очевидно работает четвертый пункт, это некое качественное превосходство, очень динамичная среда цифровая, постоянно подгоняют себя палками то со стороны государства, то со стороны инфлюенсеров, не скованных рамками закона о СМИ, вот, и поэтому надо придумывать какие-то вещи, которых никто раньше не видел, которых никто раньше не ждет, там, в 2012 году это были какие-нибудь красивые мультимедийные истории и лонгриды, сейчас, возможно, это какие-то еще вещи, вот, но однозначно существует запрос на 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 то, чтобы постоянно серийно что-то предпринимать и переизобретать свое издание. И тут надо учитывать, что никакие практически прогнозы в нулевых не сбылись в десятых. то есть что хорошие прогнозы, что плохие прогнозы. мы и естественно мы в десятых точно так же прогнозируем что-то, что будет в двадцатых прогнозировали, да, значит, и вероятно, что этого не будет. То есть если в нулевых все бредили гражданской журналистикой, то на деле сейчас гражданская журналистика, конечно, существует, но в большинстве случаев эту роль исполняют не граждане, а профессиональные журналисты, которые собирают гражданские какие-то тексты и сигналы и преобразуют их в истории, потому что гражданский журналист может заметить явление, но он не может создать историю, это требует большого профессионализма. Значит, вместо этого гражданская журналистика превратилась в продажных блогеров, которые торгуют, я не знаю, биологически активными добавками в своих инстаграмах и еще чем-то. Была концепция универсальной журналистики, один и тот же человек может с помощью обвешившейся разного рода аппаратурой одновременно брать интервью, рисовать инфографику, визуализировать титры для видео и делать еще что-то на полставки. очевидно, очевидно, в текущей ситуации мы видим напротив большую специализацию СМИ и очевидно, что запрос на универсальную журналистику существовал, потому что было очень сложно экономически добиться, собственно, экономически добиться выполнения всех необходимых ролей. К счастью, технологии не стоят на месте и там 10 лет спустя, 15 лет спустя мы видим, что технологически можно очень многое сделать и стоимость этого труда сокращается, она не такая уже заоблачная и мы начинаем как-то специализировать. с одной стороны сокращается стоимость высокотехнологичного труда, с другой стороны повышается запрос от аудитории, поэтому один и тот же человек может разные вещи делать одинаково плохо, а запрос от читателя на то, чтобы он их делал одинаково гениально, поэтому у нас появляются люди отдельные в ньюсрумах, которые занимаются аналитикой, люди, которые занимаются отдельно инфографикой визуализации данных, та же визуализация данных, например, становится необходимым, пусть и базовым навыком для журналистов-расследователей, сами расследователи тоже в цифровую эпоху появились сравнительно недавно, всегда были в традиционных СМИ расследователи, но сейчас они, конечно, на волне именно в цифровых медиа, и ожидания от того, что рекламная модель принесет большие деньги в десятых, они, конечно, не оправдались, сейчас мы ищем все, что угодно, кроме рекламной модели, и десятки, сотни причин для этого, про сокращение бюджетов, например, я говорил, но одна из характерных историй для постсоветского пространства, это очевидно экономическое давление, когда крупный рекламодатель по своей воле или по воле властей уходит от СМИ для того, чтобы, потому что СМИ что-то не выполняет, что хотелось бы по властям или рекламодателю. В десятых, если мы переходим от десятых к двадцатым, то были в десятых ожидания, что умрут газеты, например, что нужны все навыки, особенно мультимедийные, и что платформы нам помогут, а в реальности газеты, в общем-то, не умерли, более того, больше всех не умерли газеты, которые вложились как раз в развитие своего сильного бренда, то есть, если мы будем смотреть на кейсы, на кейсы выживания, те газеты, которые знали до этого, не умерли, те газеты, которые не смогли стать известными и получить поддержку аудитории, те, очевидно, исчезли. Мультимедийные навыки оказались навыками низшего порядка по сравнению с техническими и управленческими. Как вы знаете, сейчас существует огромный спрос на технологические навыки, на программистов. Программисты получают зачастую кратно больше, чем журналисты. Управленческие навыки требуются очень сильно тоже, потому что, как это не смешно, обычно на журфаках не учат управлять журналистами. То есть, учат недостаточно. например, очень характерная ситуация, когда человек приходит обычным линейным журналистом, он пишет, допустим, новости, проходит года три, он становится опытным человеком и его сажают на руководство двумя или тремя людьми на определенную рубрику. И тут что-то ломается, потому что оказывается, что его не научили управлять менеджерить, ставить задачи, в лучшем случае он начинает переписывать за теми, кто выполняет свою работу плохо. Это все очень неэффективная история, так как мы же в режиме выживания, то, конечно же, очень важно, чтобы пользователи, очень важно, чтобы ньюсрумы понимали, где у них узкие места и, конечно, управленческая и технологическая реализация это одни из самых узких мест в современных изданиях. Далее. Если мы думали, что Facebook нам поможет, оказалось, что, во-первых, нет, а, во-вторых, оказывается, что лояльное сообщество в идеале, по крайней мере, как мы видим из разных кейсов, гораздо лучше помогает управлять сообществом, если оно у нас и есть. Мы можем его лучше монетизировать, мы можем постоянно, мы можем пользоваться в хорошем смысле его доверием, и это какая-то очень большая важная вещь, которую раньше очень сильно недооценивали, сейчас мы это оцениваем гораздо сильнее, конечно. Мы обычно это тот самый слайд, где можно было бы напихать большое количество каких-то терминов, но в целом мы видим, что за прошедшее десятилетие изменилось в общем-то очень много модных явлений, то есть, например, понятие посещаемости сейчас постепенно перестает быть ключевым, вернее, оно остается ключевым, но оно все-таки мы начинаем думать о качестве этой посещаемости, а не просто о том, сколько у нас просмотров, или, допустим, мы писали всегда новости и лонгриды, и был огромный запрос на то, а как правильно писать новости, а как правильно конструировать какие-нибудь лонгриды, но в целом кажется, что это уже все устоялось, и мы понимаем более того, что новости писать можно разными способами. Сейчас стало модно другое, стало модно объяснять, например, нашим читателям, что именно они читают, почему надо верить тому, что они читают. огромный запрос на медиаграмотность, потому что абсолютно невозможно человека научить не просто слепо верить, а как-то критически воспринимать информацию, и не просто критически воспринимать информацию, а, знаете, когда остановиться. Но у нас есть огромный запрос на то, чтобы заявить себя как производителя не фейков, потому что нет практически ни одной какой-то вербальной формулы, которая бы могла убедить человека, что вы не врете, ведь вокруг же, очевидно, все всем врут. Вот, и естественно, еще появились какие-то модные явления, например, я выписал только одно, например, подкасты, о которых сейчас очень много говорят, которые занимают большое место в сердечке производителей контента, потому что позволяют занять слот времени, который раньше цифровые СМИ не могли занять, но мы, наверное, более-менее понимаем, что такого будет много, и что, вероятно, подкасты те же будут развиваться совсем не в ту сторону, в которую мы думаем, они должны развиваться. и здесь очень важно, конечно, всегда себе напоминать, когда создаешь какую-то карту трендов или какие-нибудь, не дай бог, участвуешь в создании каких-нибудь форсайтов или других модных вещей, что мы неизбежно где-то ошибемся, и просто это даже не вопрос, мы обязательно ошибемся или обязательно себе представим картину будущего совершенно иной, чем она будет. Посмотрите на назад в будущее или на бегущего полезу и бритвы, они были уверены абсолютно, что машины будут летать. Этого не случилось, нас хватило только на кроссовки и тени очень летающие. Значит, но проблема, которая создает весь этот комплекс, да, вот этот вот клубок ужасных ошибок, бессмысленных предсказаний, она лежит глубже, она лежит в области образования. Люди, которые силой своего ума создают что-то, они, конечно же, в первую очередь выпускаются откуда-то, и этот выпуск, он происходит очевидно в журфаках, журфаки, они очень часто, ну, что значит часто, они сейчас, в 20-м году, они душой не в 20-х, и даже не в 10-х годах 21-го века, и даже не в 0-х. Журфаки во многих случаях, я не сомневаюсь, что существуют исключения, но они зачастую в 90-х, потому что, не потому что там плохие преподаватели, скажем, потому что вся академичность журналистских факультетов, она устроена так, что они стоят на плечах гигантов, а вот эти гиганты, они сейчас оказались невостребованными, то есть нужно какое-то усилие с точки зрения, наверное, педагогической усилия, с точки зрения архитектуры самих курсов, которые бы могло превратить все знания, всю нужную теоретическую часть, практическую часть, во что-то гораздо более гибкое. Что я имею в виду? Значит, это легче всего пояснить на метафоре видеоигр. Я взял две видеоигры, значит, одна это карточная игра по миру Варкрафта, называется Hearthstone, значит, где вы сидите в некой выдуманной таверне, у вас есть колода карт, и вы этими картами обмениваетесь. Значит, а другая это имитатор истории, стратегия такая огромная, где вы можете вести свою цивилизацию к полету на Марс или к какой-нибудь культурной победе цивилизации 6. Обе игры очень популярные и известные, я просто объяснил для тех, кто вдруг не играет в видеоигры. Так вот, метафора журналистского образования здесь прямая. Вот, допустим, в карточной игре Hearthstone у вас есть некая карта, назовем ее выпускником журфака, значит, и эта карта, она в целом не меняется. То есть, она как запрограммирована создателями игры, ее достаточно сложно изменить. Существуют исключительные какие-то случаи, в которых она может, допустим, стоить вам дешевле или получить какие-то новые навыки. Но на деле она в целом как выпустилась, так и используется. Иногда раз в полгода, раз в три месяца иногда компания выпускает обновление колоды карт, и это равнозначно выпуску новой партии жоуфака с небольшими изменениями в специализации. Но в целом вот там эти карты, они очень похожи друг на друга, они требуют одних тех же ресурсов, уже выпущенную карту нельзя как-то поменять на что-то интересное. Значит, и мы единственный плюс этой карты, ты кому-то говоришь, вот у меня там есть карта стоимостью 3, жизнь у нее тоже 3, и атака у нее все такие начинают кивать, да, понимаем, вот это вот такая вот карта. Значит, то есть единственное достоинство таких вещей это это коммуникационная легкость. Однако, если мы возьмем другой пример, пример одной из лучших стратегических игр текущего времени, то она гораздо ближе к тому, что нам бы хотелось в текущем цифровом образовании, потому что там нет как таковой карты, там вот есть некая, допустим, я не знаю, некая боевая единица, у этой боевой единицы, как только она набирает некий опыт, есть дерево навыков, и в зависимости от того, что нужно стратегу, он может индивидуализировать эту боевую единицу так, как ему хочется. И судьба свежего выпускника здесь не предопределена, он закаляется в бою. Как только, допустим, он выпускается как какой-нибудь журналист-расследователь, значит, или даже простой новостник, постепенно ему становится необходимым какой-то свежий навык, например, навык базового, базовой работы с изображениями. Он может получить этот навык, и для нас критически важно, чтобы новая система медиаобразования давала ему возможность не только научиться, как это сейчас делают, научиться использовать какой-то инструмент. Как знаете, наших детей учат в школе, а вот текстовый редактор Word. Мы будем изучать, какие кнопки надо нажимать в текстовом редакторе Word. По идее, должны учить тому, что перед тобой любой текстовый редактор, любой текстовый редактор устроен примерно вот таким образом, значит, мы на примере Word покажем тебе, как что делать, но если у человека на работе будет другой текстовый редактор, он быстро разберется, как с ним работать. К сожалению, достаточно редко можно встретить курсы, которые построены на таком принципе, а в общем жаль. Значит, но мы понимаем, что у СМИ появляется новая статья расходов, инвестиции в обязательное дополнительное образование. Если нам приходится каждый год изобретать что-то новое, перестраивать ньюсрум, запускать новые отделы, промоутировать новых людей, ставить их во главу этих отделов, хотя они никогда до этого не умели управлять отделом, это означает, что нам постоянно надо делать дополнительное образование. Очень гибкое, очень совместимое друг с другом, похожее чем-то на набор Лего. И при этом критично, чтобы мы вот этот набор Лего сформировали, не зная, что нас ждет потом, потому что мы точно абсолютно не знаем, что нас ждет впереди. У нас сейчас есть подкасты, потом по идее будет VR или AR, это зависит от того, что решит Тим Кук в 2022-2023 году, когда появятся предварительно очки от Apple. Значит, мы не знаем, чему там Илон Маск научит искусственный интеллект и что Марк Сукерберг сделает с большими данными в следующий раз. Но мы точно знаем, что гадать бессмысленно, и мы точно знаем, что даже лучший жорфак отстает на 5 лет сейчас при вот этой хардстоуновской парадигме. Он отстает на полпоколения примерно. Мы читаем и видим в журналистских учебниках открытие века, заключающееся в том, что надо больше картинок ставить. Больше картинок мы ставили еще до того, как YouTube появился в полный рост. значит и самое главное, наверное, в нашей текущей парадигме, пока мы еще не перевернули весь мир, я не думаю, что у нас это, конечно, получится, это начинать думать, думать над продуктом, который есть сейчас и над тем, куда его можно повернуть. главный вопрос, один из главных, да, тут будет несколько слайдов про вопросы, значит, как устроена аудитория, какая у нее боль, какие продукты она использует, в каких она нуждается. Мы очень часто исходим из того, что мы умеем делать, как журналистский коллектив, и это огромная беда, потому что на самом деле платить нам будет аудитория, либо опосредованно через рекламную модель, либо не опосредованно за подписку, и то, что она хочет читать, очень редко реально вкладывают в продукт. Как устроена цифровая среда? Очень редко люди думают не только в формате сайта, а в формате распространения. Очень редко журналисты обычные понимают, за счет чего живет издание, и какие ключевые результаты, достигнутые конкретно ими, помогают достичь цели. Это неплохо для... Это не вина самого журналиста, это скорее часто вина менеджеров, которые не создают систему целей и ключевых результатов, не распространяют ее на весь Newsroom. И это тоже не вина менеджеров в том смысле, что это слишком технологично, этому не учили. Значит, у нас огромные проблемы в целом по отрасли с управлением разработкой проекта, с оценкой ресурсов, установкой и соблюдением дедлайнов, пониманием, сколько времени уйдет на задачу и как соотносится в проекте творчество и технологии. Иногда есть ситуация, когда журналисту кажется, или медиа-менеджеру кажется, что эта задача должна занять меньше времени, технологу кажется, что гораздо больше времени, бывает, что наоборот, и главное, они не говорят на одном и том же языке. Один из важнейших навыков это, конечно, уметь разговаривать на одном и том же языке друг с другом. Значит, мой любимый слайд про ощупывание слона, да, как трое слепых мудрецов ощупали, и каждый сделал какой-то собственный вывод. здесь чуть лучше ситуация в среднем по отрасли, но в целом позиции аналитика на фулл-тайм это до сих пор довольно редкая история, прислушиваются к аналитику нечасто, понимать, понимание, зачем нужна посещаемость конкретному продукту, в чем она должна измеряться, какие у нее качественные, а не количественные показатели, это почти вообще не присутствует даже у лучших изданий. Значит, мы не всегда, тут надо понимать, мы все равно, конечно, будем всегда текстацентричны, основные форматы тоже текстацентричны, но надо понимать, как текст превращается в другие форматы, если у нас человек производит текст, а потом по нему, я не знаю, видео снимают или инфографику делают. Значит, если человек говорит, что мое дело написать новость на сайт, там хоть трава не расти, это, в общем, плохо для судьбы всего издания. Главный вопрос, который надо еще рассмотреть, это какие предпосылки определят судьбу в ближайшие годы. Мы можем предположить, что мы, конечно, не угадаем, каким будет будущее. Но мы можем угадать, что на это будущее влияет. Значит, и предпосылок, у каждого они свои, я думаю, что их примерно четыре штуки, в каком-то смысле, это политические, общественные, аудиторные, технологические, редакционно-производственные предпосылки. Например, политика Крым в 2014 и Трамп в 2016 переопределили значимость проверки информации, подорвали доверие к источникам, появился огромный взрыв пропагандистский по всему миру, появилась реальная проблема фейков, на которую не обращали внимания очень долгое время до этого. просто шутили про то, что в интернете никто не знает, что ты собака, а на деле оказалось, что это может быть большой проблемой. Пример номер два это то, что мобильники у аудитории переопределили форматы медиапотребления и слоты внимания, 35% мобильного контента потребляется сидя верхом на унитазе и мы сейчас потребляем вообще говоря везде, что по дороге на работу, что за обедом, что в кровати, когда встаем и когда положимся. И это совершенно иная реальность с точки зрения количества внимания, которое мы можем уделять журналистскому продукту. С точки зрения журналиста требуется гигантское количество усилий для того, чтобы сохранять это внимание и быстро пересказывать историю, которая существует буквально в течение 30 секунд в голове пользователя, пока он ждет на светофоре и пролистывает свою ленту. Пример третий. Горжусь этой картинкой селфи через глобус. браузер, голосовые интерфейсы, машинное обучение уже убили использование сайтов как таковых, то есть вбить адрес сайта и зайти туда это не такая уже стандартная история, как написать название сайта в поисковике и уже из поисковика зайти. И открыли доступ огромному количеству неквалифицированных потребителей. Этот тренд будет усиливаться. это важнейшая предпосылка упрощения всего и вся прирастания малограмотной аудитории. Пример номер четыре. Это редакция. Мы становимся более специализированными, мы теряем общее понимание, общие какие-то понятия, общий язык, в том числе в цифровом пространстве. Значит, у нас появляются отдельные подкаст-студии, какие-то социально-медийные издания, которые выходят на платформах более визуально. И разные ветки производства теперь объединяют только общие ценности и принципы работы журналиста. Это супер важно, и об этом мало говорят, но кроме этих ценностей у нас ничего общего не осталось. И что-то обязательно выстрелит из голоса подкастов виртуальных миров типа Майнкрафт, где сидят наши дети, из интерактивных повествовательных экспериментов, которые сейчас проводят активно рекламодатели. И если это все сработает, то в какой-то момент станет очевидно, что это можно рассказывать и для обычной аудитории журналистскими целями. Рассылки, которые не обязательно существуют в нашем почтовом, ящики персонализации и все остальное. Но мы точно абсолютно не знаем, что именно. Готовиться к этому надо, но скорее с точки зрения понимания, что через каждые полгода все будет меняться и переворачиваться. И давайте мы будем готовы к этим переворотам. Значит, и это не очень, конечно, хороший момент для того, чтобы закончить, но очевидно, что журналистика 20-х это просто это не какие-то слова о новых форматах. это слова о том, что нам предстоит 10 лет выживания с постоянным перескоком от одной парадигмы к другой. И как это будет, никто точно не знает, но то, что это будет, это абсолютно точно, потому что в покое нас никто не оставит. Значит, и тут я хотел бы, тут я вижу, что появились несколько вопросов, и они очень даже так в тему, я хотел бы на них ответить сразу не замолкая. Значит, один вопрос про аудиторный запрос молодежи на визуальное повествование, надо ли текстовикам переучиваться на видео и сюжеты stories. я думаю, нет, текстовикам это не требуется, я думаю, что текстовикам гораздо больше требуется переход на что-то, что ближе, знаете, к чему, к сценарному мастерству, то есть они должны очень хорошо представлять себе каким-то образом, как это будет или может быть визуализировано в stories, но они не должны пытаться это нарисовать, может быть, они могут сделать совместно с кем-то раскадровку, ну, то есть, например, когда ты пишешь какой-то текст, ты можешь предположить, что этот текст в инстаграме превратится, я не знаю, там, в пять слайдов stories и пометить для отдела, который эти stories будет генерировать, где что и какие можно сделать заголовки там, там и там, вот это интересный навык, который будет все дальше прогрессировать, я абсолютно уверен, что текстовики останутся текстовиками, что в основе всего все равно будет стоять, лежать, сидеть текст, положен будет текст, но он не обязан быть виден конечному потребителю, но однако мы же понимаем, что какой-нибудь сериал во все тяжкие в его основе лежит все равно текст, без сценария его не снимешь, значит, то, что людей читающих именно тексты будет все меньше, ну, да, особенно в процентном соотношении, есть одно возражение здесь, я его люблю, но мне кажется, что это я сам себя успокаиваю, мне кажется, что очень много людей там моложе 30 сейчас предпочитают условно визуальные повествования, но потом, как только они начинают принимать решения, им придется все больше общаться с текстами, так что, скорее всего, какое-то количество визуалов перекуется, конечно, на потребителей текстов, и я абсолютно не хочу быть понятым в том смысле, что тексты умирают, и вот не будет никого, кто читает, нет, конечно, обязательно останутся люди, которые читают, которым важно читать, они превратятся в квалифицированных потребителей, этих потребителей надо, наверное, будет как-то по-другому, возможно, в 20-х, 30-х годах монетизировать, чем через массовую рекламу, но в целом, конечно, текст никогда не умрет, просто сам сдвиг будет немножко иным. Значит, вопрос про следующую платформу после мобильников, значит, и про дополненную реальность. Я верю в дополненную реальность, это очень крутая штука, есть одна проблема, это то, что ей сейчас очень неудобно пользоваться, то есть виртуальной реальности совсем неудобно пользоваться, а вот очками и всякими линзами пока менее удобно, должно, но я верю в то, что в какой-то момент скорее всего у нас будет так, у нас будет что-то типа очков, в том числе, наверное, с диоптриями, я как очкарик просто не хочу быть отрезанным от прогресса, вот значит и наш телефон будет проецировать нужные какие-то вещи в нашу реальность в очках, скорее всего это будет примерно так, сейчас есть два собственно направления, которые могут создать какие-то подобные вещи, одно направление это всякого рода очки, другое направление это голосовые интерфейсы, но в целом кажется, что голосовые интерфейсы останутся не на обочине, а просто каким-то вторым выбором, то есть те, кто победнее будут носить наушники, те, кто побогаче будут носить очки, но сама ситуация сейчас сложилась таким образом, что рынок смартфонов насыщенный перенасыщен и надо придумывать что-то новое, потому что акционеры просто не поймут. Значит, суть журналистики изменилась, сейчас мы идем на поводу аудитории как сервильный пиар. Есть такой страх, у меня он тоже есть, что удовлетворяя требования аудитории, а еще хуже рекламодателей, мы превращаемся в некую услужливую такую историю. вот, но кажется, что тут есть не то чтобы выход, но мне очень нравится просто думать об этом как о продукте, возьмите какую-нибудь мобильную игру, посмотрите, поиграйте в нее, как она вас удерживает в своем пространстве, вы каждые полчаса проверяете какую-нибудь ферму, посмотреть, можете ли вы сейчас потратить свои голубые кристаллы на то, чтобы вырастить какого-нибудь дракона и так далее, меня удивляет то, что эти механики нигде в медиа почти не присутствуют, и мне кажется, что здесь недоработка чисто с технологической стороны, нам нужно придумать какой-то цикл, в котором потребитель новостей, не обязательно новостей контента, будет постоянно крутиться, из-за которой он нас полюбит. Я думаю, что кто-то это придумает, есть несколько хороших кейсов, например, приложение, кстати, платное TheSkim, значит, отпочковавшееся от рассылки, нацеленной на активных молодых женщин в США, и там прямо создается такое безопасное пространство для женщин, очень хороший опыт и, кажется, приносящий доход. Другое дело, что, конечно, среди медийщиков очень мало условно людей, которые могли бы исполнить роль такого гейм-дизайнера, и это требует перестройки всех редакционных процессов. Как это сделать, пока ответа, конечно, нет, но в целом прям сервильного пиара я не боюсь, я верю в то, что появятся какие-то... Я, конечно, знаю, что появятся и такие вещи, но я верю в то, что реальность все-таки будет лучше и добрее. Значит, про западные конференции и паеволы он уже начинает добираться до России. Люди не очень любят платить за контент, однако существует какая-то небольшая прослойка, которой для работы необходимо платить за контент. То есть, например, мне пришлось подписаться на ведомости, на бизнес-инсайдер, на Financial Times. Мне жутко жалко там в совокупности что-то в районе 100 долларов, которые я плачу ежемесячно, да, там 50, не помню, 70. Вот, но это какая-то необходимость с профессиональной точки зрения, то есть у меня нет здесь эмоционального права голоса, я просто для того, чтобы быть в курсе по своей тематике должен оплатить какие-то вещи. Другое дело, что существуют не паеволы, а другие способы сбора, да, вот, например, в России, в России, например, полуразрушена система общественных институтов, которые могли бы, ну, я не знаю, там, вылечить ракового больного, да, и поэтому существует довольно большое количество, или там помочь с юридической помощью задержанному, поэтому появляются издания, которые берут на себя эту историю и которые собирают на определенные цели, и здесь очень важно с точки зрения бизнеса, то, что может быть ты не дашь денег на конкретное издание, но ты наверняка почти готов дать денег для того, чтобы кто-то не голодал или не сидел в тюрьме или еще что-то, то есть люди, которые подписываются, которые подписчики, это люди, которым что-то надо из эгоистических рыночных соображений, люди, которые жертвуют, это люди, которые хотят казаться, ну, они являются собственно тем самым, которые хотят казаться себе хорошими, вот, и здесь это другая психологическая установка и кажется довольно работоспособна. Хух, что-то еще? Ну, тогда, наверное, спасибо вам всем, что пришли. Огромное извините, что был, может быть, в начале немножко невнятен. у нас тут утро. Всего вам доброго. Если что, пишите, вот тут вот мой телеграмм всегда можно или по почте всегда можно написать. Пока.